Владимир Владимирович, добрый вечер. Семёнов Александр, морской биолог и начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ, Московского государственного университета. Я начну немножко издалека. В Белом море, да? В Белом море, да. Но начну я с Сахалина. Дело в том, что мы сейчас... Вы под подводу? В основном под воду, да. В Белом море же холодно. У нас тёплые костюмы. И, в общем, мы научились получать это удовольствие, так что мне нравится. И там очень интересно. Как мне в Сибири говорят, сибиряки – это не те, кто морозов не боится, а те, кто тепло одевается. Вот именно тот же самый случай, да? Да. Так вот, Сахалин. Сейчас совместно с Московским государственным университетом мы создаём небольшую новую биостанцию морскую на юге Сахалина. И одной из её задач как раз будет тоже создание биоресурсной коллекции и инвентаризация всего биоразнообразия акватории и вообще региона Дальнего Востока. Потому что это... Ну, Дальневосточные моря России – это, наверное, самая богатая акватория, которая у нас в стране есть. И она абсолютно ничтожно изучена, то есть практически не изучена. И я, например, нырял на Курильских островах. Это вообще моя любимая точка в мире, где я нырял когда-либо. Она просто фантастическая совершенно. Там акулы есть? Да, да, там есть акулы. Там очень много всего есть. Я когда нырнул, я просто не знал, куда смотреть, потому что времени мало. И акулы не знали, куда смотреть. Они вас не обнаружили. Вот. Так вот, инвентаризация всего этого биоразнообразия, она даст нам очень много как фундаментальных каких-то открытий, потому что это огромное количество видов водорослей, микроорганизмов, беспозвоночных. Рыба – это более-менее еще известная часть, но 95% разнообразия составляют организмы нам особо-то неизвестные. И все эти организмы, они представляют не только интерес для фундаментальной науки, они еще могут быть практически применимы как источник новых биоактивных веществ, которые могут быть новыми лекарственными веществами, биодобавками, возможно, дадут нам доступ к каким-то новым материалам. Я думаю, что будет очень здорово, если мы запартнеримся с вузами Дальнего Востока и с Сахалинским государственным университетом, у которого сейчас на Сахалине строится новый кампус, и который, если мы договоримся и оборудуем чистыми лабораториями, то у нас может быть весь сбор и вся полевая работа, которые могут учиться студенты как раз вузов Дальнего Востока и осваивать все методики, и чистые лаборатории, в которых мы сможем как раз проводить и генетические исследования молекулярные, и создавать эту коллекцию, и ее хранить. Будет очень здорово, если работа этой станции будет, в принципе, в будущем, ее научная программа поддержана на государственном уровне, или хотя бы помочь нам договориться со всеми заинтересованными лицами, хотя я думаю, что мы, в принципе, договоримся, потому что это достаточно интересная задача. И тут я перехожу к главной проблеме. Дело в том, что большая часть работы по добыче вот этих животных, по поиску новых видов, по доставанию их из воды, она ложится на плечи водолазов, в частности, на мои. И я вместе со своей водолазной командой уже много лет на Рево-Белом море, и в основном эта команда состоит из студентов морских биологов, которые приходят к нам, из волонтеров, которые приходят, и которых мы обучаем, и немножко из научных сотрудников, которые тоже обучаются дайвингу и идут с нами погружаться. И здесь важно не только хорошо нырять и как бы делать это безопасно и ответственно, здесь важно знать все методики сбора материала, здесь важно знать, как вообще устроено море, сезонность. То есть нужно иметь хорошую теоретическую подготовку. Поэтому очень здорово, когда под воду идут именно научные специалисты, или их ассистенты, которые вместе с ними обучаются и делают всю работу. Но есть небольшая проблемка. В России, как такового, нет научного дайвинга. У нас есть очень мощная, серьезная водолазная школа. У нас есть сертифицированный по ГОСТу дайвинг для активного отдыха и рекреации. И у нас есть конфедерация подводной деятельности России, которая адаптировала и зарегистрировала, собственно, в России и современная легководолазная система. То есть у нас есть дайвинг как таковой. Оборудование. Не оборудование, а именно вот как бы школу обучения. То есть сертификация, которая позволяет вам нырять. То есть она зарегистрирована в Минюсте, это все существует уже. Так вот, водолазные методы работы, они ученым не очень подходят. То есть практически совсем не подходят, особенно в образовательном плане. Водолаз – это отдельная профессия со своими часами наработки, с ранней пенсией, с дополнительными выплатами, с организацией водолазной службы и с достаточно серьезными регламентами для работы. А ученых погружение – это скорее эпизодическая работа. Большую часть времени они проводят в лабораториях, и в какой-то экспедиции, или у нас на биостанциях они приезжают, ныряют. Там кто-то неделю, кто-то месяц, кто-то два месяца. И здесь получается так, что у нас нет никакой схемы, по которой ученые могли бы нырять официально в свое рабочее время, не будучи водолазами. То есть нам очень хочется, чтобы мы могли, во-первых, работать со студентами, что мне кажется вообще самое важное, потому что когда мы можем привлечь студентов к экспериментальной работе под водой, к освоению всех этих методик, к тому, чтобы они вообще, обучаясь на морских биологов, посмотрели на подводный мир своими глазами и дополнили свои компетенции и вообще восприятие всей морской биологии, вот у нас с этим проблема. То есть у нас нельзя так сделать. Как бы у нас коммерческий дайвинг для отдыха есть, а научного дайвинга нет как такового. То есть нам либо нужно становиться настоящими водолазами и соблюдать весь этот регламент, но здесь мы не можем ни привлекать студентов, ни, в общем-то, работать сами, потому что мы просто потратим время на всю эту бюрократию, прохождение кучи-кучи бумаг, и просто ученые с этим не справятся. И мне кажется, что Россия, которая является, по сути, морской державой, у нас огромная совершенно акватория очень малоизученных морей, и я как человек из подводного мира, я абсолютно твердо убежден, что за океаном будущее. Ихтиандр. Да, это приятно слышать. И освоение океана и его ресурсов – это наше будущее, это наше, как это, светлое и неизбежное будущее. И если мы сейчас сможем стимулировать и дать доступ ученым к подводному миру и к подводным исследованиям, мы сделаем просто огромный шаг в освоении наших акваторий, нашей огромной страны. Александр Александрович, я с большим интересом слушал, о чём Вы рассказывали. Вы счастливый человек. Видно сразу, не только потому, о чём Вы говорили, но и потому, как Вы это делали, с таким воодушевлением. Действительно, такую интересную сферу деятельности выбрали. Всё там есть, интересно. Я бы очень хотел это передавать ещё следующим поколениям. Потому что мы уже учим ребят, которые приходят. Но если это можно будет делать официально и в своё рабочее время, вот это будет просто очень здорово. Ну, в принципе, практически все работы, особенно для начинающих водолазов, это до 20 метров. То есть это даже не требует какой-то там сверхсерьёзной подготовки. Это вполне... Продуваться начинаете с 5 метров? Продуваться, да. Это 5-7 метров уже нужно, конечно. Вот. Очень интересная деятельность. Очень. И очень Вы правы, абсолютно. Но океаны – это наше будущее. Это понятно. Там столько возможностей. Вы сформулируете, вот просто напишите, что бы Вы хотели. Нужно принимать какие-то нормативные акты, которые бы... Вот Вы говорили про то, что для водолазов существуют определённые льготы. Но всё же можно продумать. Нам это даже не нужно. Нам не нужны водолазные преференции совершенно. То есть нам как раз... Преференции легко решаются. Ну, допустим, за прыжок с самолётом, с этого самого, с парашютом платят за каждый прыжок. Ну и что здесь за погружение, можно посчитать. Это всё ерунда. Главное – обеспечить безопасность. Безопасность и саму возможность. Всё остальное, в общем-то, не так важно, потому что учёные... Ты, когда ты идёшь под воду, это всё окупает полностью. То есть, правда, это фантастический мир. Ну, это всё-таки такой экстремальный вид научных исследований. Экстремальный. Хорошо, Александр Александрович, обязательно подумай. Мне очень нравится то, что Вы сказали. Я полностью разделяю Ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности Ваших исследований. Там действительно, это океан возможностей в океане. Это понятно. Так что изложите, пожалуйста, как Вы это видите. Я обещаю, что я дам это в проработку и в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдём решение. Спасибо. Вам желаю удачи. Будьте аккуратнее с акулами. Хорошо.